Слово Божие говорит нам очень хорошие слова об откровении, о том, когда пришли пред Господом старцы, на которых на головах были венцы, и они что с этими венцами сделали? Они полагали пред агнцам и говорили, ты достоин хвалы, чести и поклонения. Хотя Бог для своего народа приготовил награду, но когда люди приходят в вечность, и они понимают, что эта вся награда принадлежит их Господу. Потому что это Его заслуга, и если бы Он для нас этого не сделал, никакой бы у нас с вами награды в принципе не было бы. И спасения бы не было бы, если бы на землю не пришел Иисус Христос, но Он это сделал для нас, скажем, слава Ему. И сегодня праздничный день, особый день. Сегодня, может быть, проезжая, видя, может быть, на остановках или в пути около, дома, где собираются верующие, мы можем видеть, да, продают веточки. И не просто веточки, а вербомы веточки, да. И мы понимаем, что это имеет определенный смысл. Это первое, может быть, растение, которое как-то оживает в нашей теплой Сибири, да. Или холодной Сибири, правильно сказать. И первое, что показывает признаки жизни, мы понимаем, что это говорит о том, что люди отдают или это дань, или честь тому событию, которое происходило 2000 лет назад. И об этом мы читаем в Луки, в Евангелии от Луки, 19 глава, в Новом Завете, написаны к нам такие слова, с 29 стиха и ниже. И когда приблизился к Вифании, к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илеонской, послал двух учеников своих, сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного на которого никто из людей никогда не садился, а связав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же не отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете, осленка? Они отвечали, он надобен Господу, и привели его к Иисусу. Сначала до этого места, дорогие друзья, необычное явление, да, ученики доверились тому, что сказал им Иисус Христос, пойдите так сделайте, нужно было взять то, что им не принадлежало, правда? И у осленых, или, так скажем, вьючное животное в то время это было очень востребованное, так скажем, средство передвижения и средство переноса тяжестей. И это как сегодня автомобиль в наше время, да, может быть, легковой автомобиль, который тоже всем нам нужен, чтобы что-то перевезти, и самим переехать, и какие-то грузы можно перевезти. И вдруг подходит человек к моему вьючному животному, да, к моему транспорту, и что говорит? Начинает его отвязывать, в современном переводе, зародить начинает, да, и забирается на нем куда-то ехать. Зачем ты это делаешь? Ответ очень простой. Он надобен Господу. И вот знаете, я думаю, что что-то Бог уже в сердцах этих хозяев этого осленка уже делал, что-то происходило в их сердце, в их жизни, что они, когда услышали эти слова, он надобен Господу, они сказали, все, отдали они его. Я не знаю, что они там сказали, но было одобрение в адрес тех, кто его отвязывал. И вот знаете, через это Бог нам показывает, что все, что мы с вами имеем, оно кому принадлежит? Богу. Бог тебе и мне дал здоровье. Это Его заслуга. Это Его дар нам. Бог дал нам сегодня ноги, чтобы прийти на это место. Это Его дар. И вот знаете, Слово Божие более этого говорит, что мы с вами куплены дорогою ценой жертвы Иисуса Христа. Мы куплены. И встает вопрос, а кому мы куплены? Кому мы сейчас принадлежим? И как знаете, бывает, некоторые люди говорят, а, вы себе не принадлежите, вы там, как фанатики, ходите куда-то, поклоняетесь Богу. А знаете, а верующий человек в внутренности своей очень рад тому, что он принадлежит Богу. Потому что сначала этот человек был создан, чтобы быть в близком общении с Ним. И поклонение, или, так скажем, принадлежность к Богу, нас ни в чем не ограничивает на самом деле. Нас не ставит и на преграды в жизни. Но это, наоборот, говорит о том, что мы становимся близкими с Небесным Отцом. И то, что нас связывает, или, так скажем, говорит о принадлежности друг к другу, это то, что Бог любит меня, а я люблю Его. Вот вся наша принадлежность. Вот так мы принадлежим Богу. И когда мы Его любим, мы не хотим ничем огорчить Его своим неправильным действием, поступком, словами или даже мыслями. Мы читаем с вами далее. «И привели Его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на Него Иисуса. Когда Он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости великласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. И, говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя довсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И Слово Божие говорит нам о том, что цель была Иисуса уже близка, ради которой Он пришел на землю. Он пришел с одной единственной целью, можно сказать, первая такая цель была призвать учеников, передать им свое учение, а вторая, наиважнейшая цель была пострадать за весь род человеческий, отдать себя в жертву. Это была цель, Он к этой цели приближался, и Слово Божие говорит, что когда Он подошел к Иерусалиму, Он горько, горько заплакал. Он понимал, что далеко не все люди в этом городе получат спасение. Далеко не все люди в этом городе примут Его. И пройдет совсем немного времени, сегодня те, кто постилают одежды, а может быть вот эти пальмовые ветви, как в другом месте Священного Писания сказано, они будут говорить совершенно другие слова, желая Его распятия. Но Христос при этом от людей не отрекся, и Христос при этом от людей не отказался и жертву совершил до конца. И когда все это произошло, Писание говорит, они возвращались, бия себя в грудь. И вот мы с вами очень были похожи на этих людей. Было время, когда и мы Бога отвергали. А кто может быть пережил такое атеистическое время, была вообще пропаганда против веры в Бога. И может быть мы какие-то лозунги там выкрикивали, что-то говорили, да, и так далее, и так далее. Но пришло время, и мы стали себя бить в грудь. И мы стали видеть свою неспособность, беспомощность, что-то изменить в своей жизни. Мы стали видеть в себя, что мы нуждаемся в Спасителе, и наша жизнь измениться может только под Его любовью и Его действием. И Бог это совершил в нашей жизни, и Он не отказался от каждого из нас. Скажем, слава Ему! И Слово Божие говорит нам, что это Христос делал из этих людей, которые были у Голгофа и кричали совершенно другие слова, и потом возвращались, бия себя в грудь. Из этих людей Господь создал Церковь свою. Это умом человечеством это не понять, как так может быть враги Христа, и в то же время, через некоторое время, становятся самой сильной, действенной Божьей силой на земле, первой Церковью, через которую Господь распространил Евангелие по всему лицу земли. Вот так Бог может людей менять. Ничто в мире так людей не поменяет, как Божья любовь и Божие действия Его Святого Духа. И если мы читаем о Иерусалиме, для них было странно эти вообще слова слышать. Как так может быть? Такой величественный город, такой величественный храм, и что на нем камня на камне не останется. Ну все-таки, но камень на камне, ну хоть что-нибудь должно было остаться. И вот знаете, история интересная связи, мы недавно слышали истории этих событий. То когда горел Иерусалим, уже Иерусалимский храм, то он сильно, так скажем, богато был украшен золотом. И когда вот так все горело, а он весь был из кедрового дерева, смола, очень быстро все вспыхнуло, сильнейший жар, это золото стало плавиться, стало стекать и попадать в расщелины между камней. И когда воины, когда увидели, что все это произошло, чтобы достать это золото, они разобрали все камни. Все разобрали до основания, чтобы достать вот это расплавленное золото. Все, что Христос предвозвещал о Иерусалиме, исполнилось. Но самое, что интересное, когда военачальник, который осадил Иерусалим, то, значит, его в принципе уже судьба была предрешена, и на некоторое время он от Иерусалима отходит. И все люди, которые там находились, праздновали уже победу, думали, все, отошел военачальник, не будет теперь Иерусалим побежден, начали, значит, там торжествовать и так далее. А верующие люди вспомнили слова Иисуса Христа. Когда Иерусалим будет окружен, что нужно было делать? Бежать. В горы бежать. Они собрались и ушли в горы. И военачальник вернулся и все разрушил. И вот как Слово Божие говорит нам, как важно быть послушным в своей жизни Господу. Как важно в то время было ученикам вспомнить эти слова Иисуса Христа, знать их и им последовать. Так и в нашей жизни, дорогие друзья, мы должны помнить слова Господа, Его заповедей, Его научения, чтобы нам с вами не погибнуть и не сойти с истинного пути, но получить, как мы вначале с вами слышали, полную награду и получить Божие благословение. И давайте мы за это прославим нашего Господа.